Энгела раз. Зачем? От гугла это так. Какие-то хипстеры, да, из Америки. Сегодня все говорят про хипстеров. В общем, я на самом деле сделаю очень-очень просто. Я, как это сказать? Я вообще больше программирую на нокауте, чем на всем остальном, к сожалению или к счастью. И поэтому я схитрю, поскольку Артем отказал нам бэкбон, я бэкбон показывать не буду. Вот, нафига козе баян? Именно баян, баянить не будем. Поэтому только Энгела, Эмбер и Нокаут Джесс. И я думал из серии приморки, они с одной стороны такие праздные, с другой стороны такие похожие. И в общем-то, чем бы я ни делал, все равно будет сравнивание этих апельсинов с яблоками. То есть толку никакого не будет. И в общем-то, рассказать нужно о том, какие есть плюсы, какие есть минусы. Но самое главное, что я хочу подчеркнуть в самом начале, это то, что в момент, когда вы выбираете этот фреймворк, неважно, какой вы выберете, вы уже в плюсе. Потому что если вы выбрали один, если вы используете его, это намного лучше, чем писать пластыню какую-то на RGSE, или пластыню какую-то на jQuery, или еще что-то. Потому что сложность контент-кода, она растет с каждым годом. И если там 5 лет назад мы могли продержаться из серии, нарисовать JSON-ом наш UI на EXIT и понадеяться, что клиент это одобрит, то сейчас нам нужна настоящая архитектура, сейчас нам нужны настоящие какие-то взрослые подходы, тестирование, какая-то разработка в команде и еще что-то. Кто видел мой доклад с Frameworks Days, я об этом говорил достаточно много, здесь об этом говорить не будем. На самом деле, так, надо нарисовать чего-нибудь. Сейчас, подождите. Мне кто-нибудь не держать микрофон. Нет, на самом деле не надо, я думаю, попробовал вот так. Так. А можно стоять со стороны, эта машинка, вот так, и раскрывается? Стой, да. А я могу тоже подсунуть? Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Я их вот расположил вот так вот, таким квадратиком, да. На самом деле, квадратик очень такой символичный, потому что, если говорить слева, у нас Framework'и попроще, справа у нас Framework'и посложнее. А сверху у нас Framework'и, которые очень похожи по духу и очень подходят тем, кто, например, разрабатывал на рельсах, в первую очередь. Снизу те, которые идут с какой-то другой стороны, Angular и Nuccaut, очень похожи тем, как они работают с байнингами. Сверху, доступ к нашим, сверху Framework'и любят вот такой доступ к полям. Интересно, что это такое. Ладно. Нет. Пыщ, пыщ. Пыщ, пыщ. Имя поля. Да. Что Ember, что BadBow он это делает. Соблание текста, кстати, вот теперь вот если я скажу, наверное, да, и нажму вот так вот, пробил, он мне скажет нейн, да. А вот какая-то другая света разработки поумнее, типа Visual Studio, мне не скажет. Поэтому люди-дотнетчики очень любят именно Nuccaut.js, потому что там доступ будет вот таким, да. А вот, например, в Angular он будет вообще вот таким. Но на самом деле в Nuccaut.js тоже можно сделать вот так, потому что... Сейчас я быстренько покажу. Я все знаю, что компьютер, вон, 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 вон. Да, от нейма какой-то по локарте зависит, да. И это у нас, в общем-то, функция, да. И самое главное, от Dess нужно прибейдить, да. То есть мы делаем это так. Bind.Dess. Я показываю такие отрывки, да, но... То есть после этого то, что было слева, там, я не знаю, что там может быть. Если тут был нейм, там, мы можем сказать... Да, и оказывается, что вот эта штука, кстати, всем код видно. То есть нейм... Ага. Ачипяточка. А вот это одно. Больше? Да. Классно, да? И после этого мы, как бы, можем использовать вот это так. This name, да. Но никто не мешает нам, да, сделать вот такую штуку, да. Вот это было, ну, не обязательно нейм, вот... Ищи. Ну. Класс. Модуль. Одно. Открыли скобку. Где-то внизу закрыли ее. Вот так. А теперь смотрите, что я делаю. Нет. И это от Москвы 5, поддерживается там в E9, все такое. Вы E8 вы этого не сделать не сможете, но кто же сейчас поддерживает E8, правда? Нет, а отчего смеемся? Потому что, смотрите, например, вы смотрите мой доклад, потому что вы хотите выбрать для себя фрейблок, да, например. Соответственно, вы выбираете его на проект, который вы пишете сегодня. Или начинаете писать через 2 месяца. Или еще что-нибудь. Закончите первую интеракцию такую пунктную. Вы, например, еще через там, ну, где-нибудь к осени, да, в лучшем случае, а то и к зиме. А в следующий год 2014, последний год Windows XP, вы можете спокойно сказать кастомер, что стоимость разработки несколько выше. Это так, подсказка, да, то есть вот это можно делать, вот это можно делать, это можно делать сейчас, если вы на мобильнике поколите, то можно было делать уже несколько лет. Ну, такое, никто не делает, да, все вот так, конечно, правда? А, ну, ладно, пошли дальше. Что умеет каждый из них, да? Бэкбол умеет хистери, Эмбер тоже умеет хистери. Бэкбол умеет раутинг, Эмбер умеет раутинг. Нокаут раутинга не имеет. Энгела есть раутинг. В Эмбер, Энгела и нокаут есть байдинг, и в Бэкбол не байдингов нет. Это как бы вот овервью, да. На деле получается, что из-за того, что в нокауте нет раутинга, никто не мешает взять, подключить хистери.js, у вас есть раутинг, да. И, например, в Экбол не нет байдингов, есть куча плагинов, которыми я делал байдинг. Поэтому, в общем-то, халива, да, смысла нет спорить. А в Эмбере есть несколько интересных, интересных штук, но поскольку начать в проявлении на Эмбере страшно сложно, поэтому никто этого не делает. Поэтому никто об этих страшных штуках не говорит. И с утра, сегодня, если помните, Саша Соловьев рассказывал о том, вот это вот, у нас есть чатик, у нас тут есть что-то такое, там, да, вот это состояние, да, как он любит. Это вот, если у нас открыто окно чата, то мы пишем прямо посередине, а если у нас окно чата не открыто, то у нас нет сплывающая штучка, да, вот. А вот это состояние в Эмбере есть такая штука, которая называется State Manager. И как оно выглядит, это у вас есть состояние, есть какие-то методы, и в зависимости от того, в каком у вас состоянии, у вас срабатывает метод, который называется одинаково, да, но ведет себя несколько по-другому. То есть он сработал, что-то вызвал, что-то сделал, переключился в какое-то другое состояние. В Эмбере, в Data Layer, Data Abstraction Layer, который привязывается к серверу, он очень навороченный, это отдельный фреймворк, который называется Ember Data, и он поддерживает транзакции. То есть, например, у вас есть много-много сущностей, вы тут что-то поменяли, там что-то поменяли, там что-то поменяли, а после этого вы говорите «коммит», и он коммитит все сразу. И он посылает специальным образом собранный запрос именно из вот этих изменений, и если ваш сервер умеет эти JSON-ы разговаривать, то все отлично. Только одна проблема, оно работает на REST. Поднимите руки, кто программирует, используя REST-сервисы. Как бы все, да? И кто еще не программирует, есть такие? Нет? А теперь главный вопрос, а кто уже не программирует на этих REST-сервисах? Потому что REST-сервисы – это «that's all» 2011, right? Потому что сегодня мы пишем просто все на веб-сокетах, правда? Потому что веб-сокеты поддерживаются везде, там, где они не поддерживаются, там есть как-то такой long-point, или флэш-сокеты, и по факту, в плане перформанса мы ничего не проиграем вообще, если мы используем веб-сокеты. Но при этом есть возможность выбить, причем возможность выбить на 90-процентах, да. А кеширование веб-сокетах? Ну, это если нужно кешировать. Обычно мы кешируем код. Мы редко кешируем данные. Смотри, смешаем какие-то информации на миллионы пользователей. Ну, окей. Шарки. Сокет проиграет REST-сокет? Ну, смотря как. Смотри. В 2006-2007 год. 27 Signals только-только выпускают свой продукт Rails. На один запрос требуется, на обработку одного запроса требуется отдельный процесс. Процесс на рельсах весит 60 мегабайт минимум. Вот. Они это дело запускают. Оно у них падает из серии каждые 20 минут. Процессоры тогда были из серии двухъядерные. Они запускали по два процесса на одном и две. То есть на одном сироке у них крутилось по факту четыре процесса. То есть они могли поддерживать четыре запроса в своей системе одновременно с одной железкой. Железок у них было очень много. Тогда кладом никто не пользовался. И они до сих пор именно с собой не пользуются. Оно, конечно, стало все намного-намного лучше. Но если стоимость использования позволяет иметь тебе много железа, то почему не иметь много железа? Хороший вопрос. В Гараморле у нас три миллиона пользователей. Знаете, сколько у нас сериалов? Около пятидесяти. Часть из них это QA environment. Достаточно большая часть. Часть из них используется внутри для какие-то там natural language processing и кучи-кучи всего. Но, в общем-то, довольно солидный кусок. Он просто крутится на подальше, потому что мы можем себе это позволить. Вот. И новый редактор, который мы делаем, он будет работать целиком на WebSorbit для всех слов. То есть Ember Data сейчас находится в пререлизном состоянии. Когда они ее зарелизят, она не будет работать целиком на WebSorbit. В WebSorbit оказались новые идеи в прошлом году. В этом году, ну, не знаю. Как бы все умеют. И Е10 появился. А Windows 7 вот у меня здесь крутится. Вот. Так что, почему не так? А при чем тут вообще сравнение REST как архитектуры и подхода к получению или модификации данных в WebSorbit, там, сравнение с WebSorbit, да, и так сбросов? На самом деле... На самом деле... То есть ты можешь сделать REST, но делать как транспорт в WebSorbit? Конечно, можешь. Ну, то есть... Ну, ты же видишь, все поняли смысл вопроса, правда? JSON over HTTP, да? Вообще-то он срокит следующий уровень протокола HTTP, да, и, в общем-то, тоже можно сказать, что REST. То есть вопрос не о REST? Ну, сказано, что не так, а REST, как его понимают, 99% людей, когда говорят о REST, то же самое, когда человек приходит к вам на собеседник, говорит, я знаю REST, а ты у него спрашиваешь, а что конкретно? А он говорит, а я на JPR, да, классно. У нас все такие, да, правда? Или там приходит ранжевист, он умеет спринг, хиберник, может быть, ГОТ, классно. И ты думаешь, чего у человека спрашивать? Ну, в общем-то, поэтому, скажем так, это все была лирика, да, я всех немножко натупил, правда? Ну, на самом деле, поскольку смысла сравнить с формулки нет, потому что я скажу там, Бэкболу лучше, а мне скажут, а вот у этих есть такой плагин, а я скажу, а у Бэкболу тоже есть такой плагин, а у на кого-то тоже есть такой плагин, а вот есть там еще какая-то штука. Есть, например, сейчас модно делать такие real-time, real-time интерфейсы, когда именно много пользователей параллельно что-то делают, в стиле Google Docs, да, в стиле того, что было когда-то Google Wave, сейчас есть отдельные либо, которые это делают. Кто-то делает через BS, кто-то делает через HTTP, но, в общем-то, это есть. Share.js, Breeze.js, еще там что-то. Вот, то есть это из коробки, Meteor, опять же, да, то есть полного всего. Поэтому, в общем-то, давайте просто по, let's have fun, так сказать, и просто сравним их, устроим между ними гонку. Я долго думал, что с ними сделать, и в результате придумал. У нас есть такой набор, ну, в общем-то, без разницы, что мы будем показывать, да, это могут быть письма в почте, это могут быть там тикеты в каком-то тикет-менеджере, а это могут быть твиттеры. Я решил, что твиттер отличная помойка, которая может прислать нам много-много танков. У меня вот тут отдельный рука, который умеет прислать немного-много твиттеров. Давайте установим твиттер. Интересно? Понимаете? Окей. Я, на самом деле, сделал одну такую штуку. На самом деле, мы все написали, и, в общем-то, все готово, естественно, да, но у меня сейчас вот так вот все пусто. И вот оно пусто здесь, оно пусто здесь, оно пусто здесь, оно пусто здесь, оно везде пусто. Для начала я расскажу вам, что есть такого. В общем, пойдемте на наш сервер. В общем-то, наш сервер на Node.js просто потому, что легко поднять на Node.js сервер, и на Node.js пусть все работает. В общем, какая-то там поднимает у нас паблик, индекс HTML, да, затем мы получаем откуда-то твиттер стрим, читаем твиттеры, и у меня есть такой вот наборчик сокетов, да, в тот момент, когда человек коннектится, мы используем тут сокет push. Это, вообще-то, на код, поэтому лучше не смотреть, да, а здесь все понятно, то есть твиттер смотрим, когда вот твиттер, мы сокетом всем посылаем этот твиттер, вот. То есть, если ко мне подключится, там, два-три клиента, все получат. Соответственно, мы слушаем это дело, вот. Для твиттера мы используем... Это вот те слова, по которым мы слушаем. У твиттера есть такой стриминный API, они до сих пор не предлагают доступ к окрасному сопетов, у них просто FTTP, лом-полы. То есть, открывается connection, EBLive, и откуда идет, 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 идет. В начале я подумал, я сделаю вот VJS, JavaScript, то есть все, оказалось, твиттеров мало, поэтому я добавил вот это. Киев, lunch, dinner и Корея, потому что сегодня утром, оказывается, Корея там сказала, что она объедает войну другой Кореи. Вы какую Корею поддерживаете, демократическую или южную, да? Поэтому тут все просто. Клиент. Продеваемый клиент. Кто-то застал программирование на JavaScript в конце 90-х, начале 2000-х. Тогда было море, море холиваров на тему, кто быстрее, Mutuals или jQuery или еще что-то. И был такой классный сайтик, который показывал их скорость из серии вайфрейм. То есть у каждого свой фрейм, у каждого отдельная своя такая среда выполнения, потому что у каждого айфрейма свой event loop. И свой HTTP все свое. Поэтому я сделал три айфрейма и, в общем-то, в тот момент, когда мне пришел твит, я посылаю всем через постмесседж. Кто сразу видит проблему, кто видит щитовство. Помните, я программирую на Knockout.JS. Видите, вот здесь в PowerShe, да? Knockout получает виды первого. Ага. Ужас, какая интрига просто. Не справедливость. Вот. А теперь пойдемте... А теперь пойдемте... Это наш... Это какой-то мусор. Вот наши три айфрейма. Да. И мы используем постмесседж. Кто-то правильно подсказывает, где-то у нас тут подключается. Vendor.js. Subjects. Я знаю, люди любят там и серии. Vendor.js. Нет. Давайте склеивать все браузеры файлами. Давайте еще там что-то делать. У меня здесь все очень просто. На самом деле, какой-то файл все-таки склеивать браузеры файлами, но это не имеет смысла, потому что он один. Вот. Ну, этот тоже из серии торопился, еще что-то. А Vendor.js получается очень-очень просто. Сейчас. Я не знаю, почему никто так не делает. У меня есть такой Vendor.js, который говорит из серии прочитание вот этой библиотечки. И склеить их. Вот таким образом. Через точку с запятой, потому что вдруг там где-то не закрывается. И пишется это все в public.js. Вот. Откуда файлы приходят? То же самое. Есть там component, есть bower и bower. Кто-нибудь ставит bower. Это вот текенная штука, которая куча-куча зависимостей для того, чтобы скачать витрабовские репозитории. Больше она ничего не умерит. И в общем-то, ну, витрабовские репозитории или файлики отдельные. Так. Я любитель простых решений. Request. Это Http-клиент. File. Это for system-клиент. Кого качаем? Откуда качаем? И вот качаем. Куда? Все. Запускаем. Делаем. Получаем. Сейчас покажу. Ну. Да вот. Чипо не. Качаются файлы, качаются файлы, качаются файлы. Интересно, как у меня с проеком. Он у меня есть вообще? Тоже не видите, да? Иди, иди. Сколько до лайфа идился? Да не знаю. Если что, у меня есть муки, но тогда конка будет неинтересно. А как бы это посмотреть? А как бы это посмотреть? Опа, отработало, кажется. А сейчас глянем. Отработало, нет? Как найти? Опа, все на месте. Окей, теперь мы наберем node nrs push и мы их склеили. Вот так получается ответ на этот. Соответственно, скопировать пайдик из проекта в проект – дело 3 секунд. Зачем нужны бау и компоненты – не совсем понятно. Вот, например, я использовал AnimaJS в библиотеке Google. Я искал в одном из проектов. И, кстати, в новом редакторе Gamma мы его будем использовать. В общем-то, работает отлично. И вот, молодец. Где я был? Где я был? Где я был? Пожили. Получил бы кудосы. Соответственно, что мы можем сделать? Мы можем пойти это все запустить, но запускать нечего, потому что, если мы вернемся туда… Помните три айфрейма? Ай, ты блин, куда я побежал? Вот сюда. Да? Еще. Нокаутка. Тайма. Раз, раз. И пусто. Поэтому сейчас мы что-нибудь быстренько заходим, а откроем и все скопируем. Правда? И мы запустим кнопку. Правда? Можно вообще все сразу копировать? Хотите? Или вам интересно смотреть, как чувак стучит клавишем по клавиатуре и пишет там «Forge». Да? Нормально? Эффект присутствия, да? Нормально? Тогда давайте дальше. «На Кауджерс» лучше всех, потому что не требует складывать наш юрайчик в отдельную какую-то штучку. Итак, для начала я хочу сказать, что… Тайм внутри речь тут не нужен… Так вот. Подойдешь, сядешь. Это Илья Дзевинский. Самый-самый лучший человек на свете. Ну, соответственно, мы пишем здесь нокаут. Что нам нужно? Мы хотим знать, сколько у нас всего пришло твиттер, правда? Голубое существо. А проблема нокаута в том, что много-много текста приходится от текста. Что нам нужно? Назовем это аккаунт. Получаем ноль. Высловлен. Печать слепую – это когда ни вы, ни я, ни лидер. То есть, чувак чёток кнопки нажимает, а потом никак не стоит. Я не знаю, почему он не делится. Вот. Сейчас. Пищу. Ага. Нормально. После этого мы хотим списочек. Да. Списочки мы хотим. Давай. Вот. И внутри него я хочу… И потом еще… Вот. Здесь у нее будет… мы же больше ничего не хотим рисовать вот так вот или вообще на кого позволяет иметь темплейты в отдельном сервисе в отдельном каком-то месте то есть наши модели 2 и я для них есть вот а и без имейла нужно вот такую собачку поставить Слушайте, одно и то же пишу. Да, точно. Можно скопировать. Твиттер, конечно, написали на руки, поэтому по умолчанию там вот такие вот перемены, через подчеркание. А вот здесь у нас будет, что у нас будет здесь? Текст твиттер, правда. И тут будет совершеннейшая какофония, потому что текст, потому что текст твиттер хранится в тексте. Ну, 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 перешли мне модель. Кто-то знает, что такое модель и югемодел? Никто не знает, что никому дело нет. Ну, уже не знаю. А раз никому дело нет, зачем я это делаю? Понимаете? Ага. Ага. Смотрите, зачем я это делаю? Зачем я пишу нилку, скобочек? И сразу пишу. Никто вообще не знает, зачем я пишу нилку. Чтобы лучше писать дисс. И дисс уже чему-то нравится. Вот так вот, с этим у нас. Вот и это у нас. И вот. Вот. Собственность на вот. Собственность на вот. И сначала поспорить. Да. Ага. И теперь нам нужен еще один скаун. Я здесь покажу высоту нокаута в плане коллектива. Степайтесь, но... Вообще это не очень. О, кто вновь будет? Ну и что? Нет. Может быть он делал мою зиму. Ага, я понял. То есть ты хочешь сейчас это сделать начет? Да. Давай-давай. А, ты накомбасишь на подполни, мне придется добавлять четвертый этап. А ты думал о том, что у меня девушка поедет быстро? Ага. Ага. Я же старался. Я же старался. Это как тебе на тот же скепте застань. Не на кофе, а на джаре. Да? Ужас. Ужас. Разве можно так с дела в случае? Еще скажи, что я получу всех ключах. Просто слишком много было рук по поводу джаваска. Когда я не мог бы идти на встречу? А, на самом деле я две плоти. Я не могу в этой сцене. Да. Да. Конечно. Кто же мог обо мне суметь. Так. Так. У нас есть УИТС. 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 ЗАЧЕМ. УИТС. 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 Я пойду, у меня тут есть нычечка, как говорит Саша Шопс Сахалов, который называется VJ SOS. Это тот же самый код, но уже написано. Как удобно. Присмотрите, как это сделать на нокауте. Слушайте, как неудобно, когда есть вот этот сайдбар через борт. Вот есть такая комбинация клавиш, да, who knows key, who knows be. Кто же ее помнит, правда? Наверное, кто-то помнит, я слышал слово «Я». Смотрите, да, я забыл, что нужно твиттер принять. Мы слушаем месседж и подкидываем твиттер сюда. Подкидываем сначала, потому что мы хотим, чтобы новый твиттер шли сверху, правда? Соответственно, вот она обзора Балаларейка у компьютер. Здесь почему-то тоже поинтересно написано. То есть, в общем-то, я не ошибся. Но проверять не будем, правда? Теперь мы посмотрим, как то же самое можно сделать… … 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 что-то находится внутри то есть я говорю в скобе есть твиты соответственно здесь не знаю что они есть я могу посчитать и длину соответственно здесь я добавляю новый твит и сюда заслушаю то есть ничего не надо пошли дальше а вот он капризный он требующим все было хэндлбарс и то что это совсем требует но очень есть люди которые любят хэндлбарс есть люди которые не любят хэндлбарс что это такое это такой вот язык темплейт в общем то ничего плохого в хэндлбарс нет за исключением одного момента если мы вот пойдем вот сюда да и представлю на секунду что джава скрипт не выполнился и тогда вот все вот эти вот атрибуты лишние которые у нас есть они в общем то просто просто их не будет при этом вот здесь например да я могу написать дефолтный какой-нибудь джо время я тоже могу какое-то поставить это еще что-то надо поставить то есть я могу выключить джава скрипт и иметь нормальный макап который будет нормально отображаться в городе из коровки и это значит что мой дизайнер мой верстальщик может спокойно это верстать по живым по живому экрану без того и нету вот этого я наверстал в html а после этого вы берете мы берем режем на какие-то куски как-то что-то где-то потом что-то поехало мы что-то там подправили подкрутили и в результате дизайнер работает с одним кодом мы работаем с другим кодом и он в общем-то одинаковый но немножко разный и уже никто не помнит где он немножко разный почему немножко разный и это растет 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 в снежном поле а большинство с такой проблем не стал кризис потому что вы стащиков почему-то флотсов все мало обычно они как-то вот по в студии сидят но в студии с другой стороны мало фронтенд разработчиков которые там сидят и пользуются там нокаутами и барами и все такое прочее но мы с такой проблемой столкнулись и поэтому тот факт что можно верстать вот так он очень-очень радует а вот например в Эмбаре так нельзя сделать то есть я должен взять вот эти вот все вещи да они будут торчать моим дизайнер если я выключу даже успеет но вся штука в целом не будет торчать потому что борося просто скроет эту вещь ничего особенного мы не используем здесь контроллер потому что на самом деле это очень смешная штука из серии у вас есть раут если у вас по умолчанию нет никакой после после хэша никакого угла то это считается индекс раут если вы не определили Эмбар сделала для вас если у вас для индекс контроллера для индекс раута нет контроллера Эмбар сделает для вас индекс контроллер и все в том же духе у вас есть контроллер у вас есть раут но нет view Эмбар сделает за вас view у вас есть раут view но нет контроллера Эмбар сделает контроллер вот на таком уровне серии мы пишем только само меню поэтому для того вот сюда мы положили твиты и в общем то мы сюда положили здесь мы посчитаем вот ничего совершенно а наверное надо запускаться поскольку я скопирую это в SOS поэтому я сейчас пойду туда кстати сегодня утром опять же Артем рассказывал нам про крант о том что крант это классная штука очень хрювая штука а у меня она не используется а нафига байон если в церкви проехал правда ну у меня просто там так сидит которая отдает вебсеркеты поэтому мне грамм не нужен это подмак чистая утилита? не это это экспресса подобный джессовский фривок просто он сразу же поднимает экспресс ой не экспресса этот он поднимает это ты посередор понимать всё критер окей а как ты компилируешь ссс? как ты.. я компилирую хАХАХА открой для себя мой юный подаван правда так и джессон вот здесь есть такие вот вещи стайлус, джесс хинд, браузер, ефай, билд, браузер, ефай плюс стайлус Между прочим, NPM умный, он знает, что в ZRIFY можно найти non-bundial, slash-bin. То есть ты пишешь NPM, там, типа, сделай мне SSS? Да, и вот здесь есть, например, Watch. Ну и мы используем стайллс, потому что стайллс компилинт со джаваскопом. А грунт, он будет следить за твоими изменениями? А, у меня Watcher есть. У меня супервайзер за ними следит. Вот так. А ну, супервайзер на чем написан? На джаваскопте. А знаешь, кем написан? А языком. Это она круто, хотя у грунта больше нравится. Не-не-не, это не она круто, это просто бочилка. Больше ничего она не умеет. Вот эти все штучки отдельные, они умеют очень мало. Но факт такой, что в NPM есть, вот то, что ты вот видишь с правой стороны, это башевские скрипты. На Япусе. Да. То есть ничего особенного, это здесь не в том, хруст. То есть, на самом деле, я еще не столкнулся с проектом, где мне нужен был грант. По факту. Вот эта штука, вот она вот у меня ходит из проекта, и она работает. Ну, знала. А по любому изменениям у тебя перебьюдывается? Ну, да. А так, если ты, если ты изменил ССС, у тебя перебьюдывается только от ССС-бан. А если ты изменил кофе, то у меня можно не смыть, когда... Ну, наверное. Он убедил. Убедил. Йоман есть. Что? А еще Йоман. Йоман это поверх Грантум. Да, есть Йоман. А между прочим, я пробовал для одного проекта из серии, что выбрать, Грант, Бранч, Йоман. На тот момент не было вот этого Йоман, который сейчас есть. Йоман это серия генератор, но запускается потом все Грантум. То есть, они решили, что они будут... То есть, первая версия пошла, а до этого был Йоман. Да, 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 да. То есть, все понимают, о чем мы с тобой идем. То есть, Йоман хорошая штука, но проблема в том, что Йоман это оно такое. Мама не горит. Вы пробовали взять генераторы в Йомане? Это боль. Это боль. Генераторы в Бранче лучше. Да. И Пол выделил уже в отдельные. Это можно без Бранча вязать отдельные генераторы. О, классно. Но Пол собаку убрал в очередь из Бранча. С Белдом в Йомане был в очередь. Потому что он собирается переходить на Грант 05, как только он будет от них. А там же они обещают в очередь. А, ну, хорошо. Но на самом деле, я просто, ты понимаешь, я посмотрел на Грант, я ужаснулся, я схватился за Бранч. А там дом Джекс? Нет, а там в очереди. И я, он, 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 так. И все-таки сделал в очередь. Ну, это такое, в результате практик, в котором мы сели 600 строк кода, в общем-то, ничего особенного не делает, но такой наволоченный. Там, миллион зависимостей, куча всякой фигни. В общем, такое, ладно, давайте запускаться, да. А у меня должны идти твиты. Если сейчас твиты не пойдут, значит, все плохо. А твиты не идут. А я ей страшно как-то. А, так, понятное дело, почему они не идут, потому что я же не слушаю ничего. Так, давайте вот этот запускаем. Лео, запускайся. Опа. Та-та-та-та-н. Та-та-та-та-на. Ага, ага. Надо посмотреть, что поглянуло. Да, правда. Так. Пункт первый. Если у нас интернет. Да, давай подключили к другому. Я. Давай. Есть. Пункт второй. А, сейчас посмотрю, что у нас тут есть. Пойду подам. Антонимедит через. Надо, по-моему, через который. Делать стаж. Кипа. Подам. Тарак. Пошли из соса. Сады. Дадам. Пашки. И. А, не тот. Видео, у нас тут разных идей было. Прежде чем мы что-то сделали. Так. Правильно. А. Так. 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 Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. И опять ничего не происходит. Может быть. А может и происходит. Еще не смогу. Твитер пошел. А. Судя по скорости, они идут с этого. Они идут неправильнее. Так. Так. Это сос. Сос. Где-то сюда. А-а-а. Все. А-а-а. Все. Да. Все хотят видеть настоящий твитер. Настоящий твитер. Так. Кстати, да. С одним твитером приходит дофига данных из серии. В ответ на чей твит. А у этого кого-то у него есть картинка. И все в том же духе. И все в том же духе. Так. Пошли сюда. Угу. Ну, не разумеется, не заботал. Не знаю, почему. С этим, где-то, 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 где-то. Вот, где-то, где-то. Но все придется. Ну, эти твиты, кстати, очень капризная штука. Я не знаю, почему они. Так. Так, 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 так. Ну, другой, ну, что-то. Ну, эти твитеры делают то же самое, да? А, ну, пошли. Что-то неумедленно-медленно-медленно-пост. То есть, какой-то бык, и потом все. Молчание или нет. Надо посмотреть, может быть, нужно ему какое-то другое, чем он. Так, что есть еще такого? Что? Что-что-что-что-что-что? Знаете, почему? Не то, что, знаете, что, не почему, а что именно. Вот если оставить ее вот так вот, лежать там на 2-3-5 минут, да, а потом взять вот так вот и выключить сервера, да, и прийти сюда, а я не успел. Ну, в общем, оно их еще и дорисовывает потом. Ну, такое. В этот раз что-то мало их. Давайте запустим больше. Больше. Я думаю, вообще народ перестал твит. Наверное, сейчас, как-то, временно, Татьяна, все так и прочее. Сегодня, рано-рано утром у нас было очень много твитов, когда только-только рассказали про Корею, не стали Кореей партисовывать. Надо, кстати, посмотреть, что там в Твиттере сейчас популярное, правда. А Северная Корея сказала, мы вообще раз в Южной Корее поюем. И лейханцы такие, да. Это серьезно. Это аргумент. И все новости написали. Давайте посмотрим, что здесь пишут. Про него люди или наше? Что-что-что? Про лейханцев вычисли. А, я откуда-то знаю. На шелкос в России. Украина, Твиттер, Настас, thank you. А я не причем очень. А, кстати, интересно, почему тренды вот такие? Да, что это за фигня такая? Д3Д. Что это такое? Директикс. Да? А что, его в Украине придумали? Да. О, младцы какие. Это же круто, правда, Директикс. Только-то. Кто любит Директикс? Я OpenJ люблю. Ну и все тут. Что? Да, пошустрей? Сейчас же отмечу. Все, будем. Что-то переживаешь. Ну и шелкос за чего переживать. Кстати, да, как там. А-а-а, сюда мы пошли. Между прочим, все-таки ТО постепенно... А, кстати, я делю. Не-не-не, он сейчас подключил. А, кстати, да, МВС ДО. И мы определили победителя, правда? Славное звено. Лусор не проиграл. Не-не-не. Самое слабое звено, точно. Это именно оно. На самом деле победитель кто? Кто знает, кто победитель? Бэкбол. Бэкбол, правильно. Победитель Бэкбол. Все любят Бэкбол. Это уже... Бэкбол. Окей. Все, наверное. Вопросы? Андрей, мне по этой теме, Ну, а так как уже за Сокет Арили, ты на клиенте юзаешь Сокет.io, да? Ну, здесь Сокет.io. Это только здесь для презентации? А, на самом деле, знаешь как? Я хотел попробовать вот это шу от Джеймса Холли Дэя. Знаешь, что это такое? Ну, в общем, в ноут джейси несколько больших-больших идей, и одна из этих больших идей это стрим. Вот. И один парень есть там такой, который очень любит стримы, все стримит, откуда, куда, зачем, что это такое? Ну, самое главное, что в стримах есть такой метод, который называется пайп. В общем-то из серии. У меня есть какая-то штука, и я могу из нее пайпнуть какую-то другую штуку, а потом из той штуки пайпнуть еще куда-то, еще куда-то, еще куда-то. И если вы пишете свой модуль в виде стрима, например, ваш модуль, вот если ему передать какое-то значение, то он выдаст какой-то результат, грубо говоря, да? то если вы передадите ему поток значений, то он будет выдавать вам поток результатов. И таким образом, вот эти штуки можно очень здорово компоновать. Вот. Есть один там у них, несколько любителей этих стримов, которые свято верят, что за стримами будущее и все такое прочее. Кстати, можно про это поговорить на Одессе Джеймс, да? Вот. Окей. И, соответственно, один из них это Джеймс Ходдей. На гитхабе у него не их собственник. Он пишет книжку о стримах, у него есть несколько там хороших презентаций о стримах и в том числе он написал сокрет клиент и сокрет серверов, которые работают по стримам. Причем очень забавно. Клиент коннептируется к серверу, сервер получает стрим от клиента и делает фитушами. Он берет свой серверный стрим, пайпит с одной стороны в клиента, а с другой стороны пайпит обратно в себя. И получается вот такое вот колесо, да? Клиент что-то послал, а это пришло сервер. И сервер вот это что-то послал, пришло клиенту. И вот так вот. Причем сервер может его послать больше, клиент может послать больше, но они такие стримят друг друга. Вот такие вот. Странная такая фигня, водоворотик. И в общем-то я хотел завязать это дело, но у меня не получилось. Завязать я хотел вчера вечером. На самом деле я сильно заболел этой недели, поэтому что-то более зрелищное я не успел подготовить, потому что у меня в доме была температура. поэтому я жутко прошу прощения за то, что презентация была такая глупая. Что-нибудь еще? Еще вопросы есть? Я могу рассказать, на чем что написано, например? Ну, например, на mbjs написан клиент для Travis CI. То есть вот то, что вы видите в Travis CI, это mbjs. На mbjs написан клиент для Zendesk. Если ваша компания использует Zendesk, то внутри вот этот интерфейсик, он на Zendesk. Внутренний интерфейс для Reselio of Gupon написан на mbjs. На нокауте написан один самый крупный норвежский интернет-магазин, в котором я в свое время покупал себе компьютер, когда на Reagion. на бэкболне написан вообще все проекты. Интересно по поводу Angular. Есть что-то тяжелое на Angular, что можно реально как бы... Не какой-нибудь... Потому что я так и не нашел нормальных продакшн. Насколько я знаю, какой-то внутренний труп, а не сейчас. Какой-то внутренний интерфейс, по-моему, для дабл-клика. То есть, когда... Если ты продаешь рекламу на дабл-клике, то у тебя есть какая-то менеджмент-панель. Вот она, по-моему, сейчас то ли пишется на Angular, то ли написана на Angular. А, в общем-то, Angular это такая опасная вещь, потому что в свое время они выпустили вот этот Google Closure, который совершенно не взлетел. И эта штука тоже может совершенно не взлететь, потому что она во многом очень мимо. Одна из проблем вот всех этих байнингов... Вы видели байнинги в HTML, да? Там же имена, да? А если вы минифицируете, обфиксируете свой код, то эти имена уже ничего не будут значить. В Ember, например, если у вас есть там что-то там, то это что-то там должно быть там контроллер, что-то там, еще что-то. Как это можно сжать? Никак. Только если все это брать квадратные скобки и все такое прочее, это же ужасно. Значит, минифицировать не получится. А если минифицировать не получится, то возникает вопрос, а насколько это хорошо использует на мобильных платформах? Но у Ember есть очень-очень хороший, очень-очень хороший бонус. У них есть внутри свой второй винтлуб. И они откладывают все изменения, пока винтлуб не пройдет. То есть из серии у вас было значение, оно поменялось, из-за этого поменялось как второе значение, как третье значение, четвертое, пятое, шестое. Но вот из-за первого еще должно было что-то поменяться в доме, из-за второго что-то еще должно было поменяться в доме. Классический пример, у вас туду-лист, у вас есть вот эти галочки, которые можно поставить, у вас есть каунтер сбоку и все, да? И каунтер показывает, сколько у вас осталось. И вот вы ставите галочку, у вас каунтер уменьшается, а галочка появляется. А вот сверху есть галочка «Се отметить все». Ember сделает следующее, когда отметить всех, он вначале, ага, всех нужно отметить, это значит всем нужно галочки проставить, это значит, что вот этого нужно опустить, 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 опустить до нуля, и только после того, когда он все это figure out, он говорит всем дом-эвентам, которые должны были случиться, запускайте. Соответственно, галочки там нарисуют все те же 15 штук, например, да? А вот каунтер изменения, это будет один дом-эвент. Вот. Соответственно, все остальные сейчас к этому движутся и, надеюсь, скоро-скоро придут. Вот. Все. Благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТСМЕНТСМЕНТСМЕНТСМЕНТСМЕНТСМЕНТСМЕНТСМЕНТСМЕНТСМЕНТСМЕНТСМЕНТСМЕНТСМЕНТСМЕНТСМЕНТСМЕНТСМЕНТСМЕНТСМЕНТСМЕНТСМЕНТСМЕНТСМЕНТСМЕНТСМЕНТСМЕНТСМЕНТСМЕНТСМЕНТСМЕНТСМЕНТСМЕНТСМЕНТСМЕНТСМЕНТСМЕНТСМЕНТСМЕНТСМЕНТСМЕНТСМЕНТСМЕНТСМЕНТСМЕНТСМЕНТСМЕНТСМЕНТСМЕНТСМЕНТСМЕНТСМЕНТСМЕН Продолжение следует...